В понедельник на свои маршруты выйдут два новогодних троллейбуса. Монтаж гирлянд на бока рогатых уже завершается. Чтобы украсить транспорт, нужно около 200 метров проводов с лампочками. Троллейбусы будут курсировать по 11 и 6 маршрутам. На нашем предприятии была разработана безопасная схема подключения праздничных гирлянд как для пассажиров, так и для участников подвижения. Мывкой подвижного состава украшенного гирляндами, конечно, механическая мойка не предусмотрена. Моется подвижной состав в порученном способе. Красивыми праздничными наклейками украшены еще шесть новых троллейбусов «Горожанин», которые обновили подвижный состав в этом году. Создавать для пассажиров праздничное настроение – задача, которую ежегодно ставят перед собой руководители МУППТ. Поэтому, мишурой и игрушками, транспорт украшают не только снаружи, но и внутри. Это все на откуп кондукторам и водителям. Но условие одно – должно быть красиво. У нас водители кондуктора будут наряжены в костюмы Деда Мороза с снегурочкой. И плюс – это отдельная акция. В том году она получила широкий отклик положительный от пассажиров. В этом году последняя неделя декабря, с понедельника по пятницу, каждый день на несколько часов можно будет на разных маршрутах. Встретите Деда Мороза со снегурочкой, готовьте песенки, стихи. Будут как взрослым, так и детям дарить подарки и развлекать. МУППТ приготовил еще один сюрприз для тех, кто предпочитает электрический транспорт. В течение всех праздников с 16 декабря по 6 января, получая билетик, всматривайтесь, нет ли на нем особенного новогоднего значка. Если такой обнаружили, звоните по номеру телефона, указанному в билете, и получите сладкий подарок. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.